Честь в служении Отечеству. Эти слова со времен Петра Первого и по сей день остаются девизом полицейских. После многих изменений их профессиональный праздник официально появился в 62-м году. В Щелковском районе основные торжества по традиции проводятся в районном культурном комплексе. Выходной по случаю праздника полицейским не предусмотрен. Сразу после концерта они вернутся к своим служебным обязанностям. Большинство из них встречают этот день на посту. Я хочу сказать слова благодарности ветеранам, пожелать вам, уважаемые сотрудники. Вы знаете, пусть на вашей улице тоже будут праздники. Пусть в какой-то момент праздники не будут для вас рабочим днем. Пусть из жизни не уходят ваши близкие и друзья. Особенно не просто на службе женщинам. Но несмотря на сложности, многие из них гордятся своей профессией. Инспектор по делам несовершеннолетних Юлия Улицына продолжает семейное дело. Так же, как и родственники, работают в полиции, готовят к службе и дочь. Дома у нас никогда нет, отсутствуем. Но я думаю, что если призвание есть, оно в сердце, то служить надо. Работа у нас нужна. Я считаю, что от нашего воспитания зависит будущее гражданина. Только в этом году сотрудникам внутренних органов удалось добиться снижения уровня преступности в районе. Больше чем на 20% снизилось число краш из квартир. На 16% снизился угон автомобилей. На 30% стало меньше убийств. Значительно уменьшилось число грабежей и разбоев. От имени всех жителей Челковского района благодарим вас за службу. Желаю верных товарищей, надежного семейного тыла, доброго здоровья. Они встают на пути преступников и останавливают их. Многие ценой собственной жизни. Потери, понесенные сотрудниками внутренних дел за последние годы, велики. Не обошлось без них и в этом году. По словам начальника управления, статистика несчастных случаев растет. Но тем не менее, государство и полиция оказывают всевозможную поддержку. На мероприятии погибших почтили минуты молчания и приветствовали членов их семей. Приказом от 1 ноября 30 сотрудников управления пошлины почетной грамотой. Объявлены благодарности за доблесть нанесения службы. Все люди заслуженные. Тяжелый был год, сложные события. Выборы в Государственном доме были очень тяжелым мероприятием, сложным. Практически 100% личного состава в суточном режиме работал на выборах. Поэтому личный состав заслужил. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».